Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами будем наблюдать за противостоянием команд Агрессив Гейминг против Тим Даркас в рамках Аматорской Лиги Старладера сезон 25, раунд 9 и эта группа и матч в нижней сетке. Для вас комментирует Бэтрикс и мы начинаем. Видим, что команды уже начали свои баны, пики. Ну и давайте сейчас мы с вами этот момент разберем. Что у нас сейчас происходит? Команда Реадент забрали себе Кентавра плюс Шэдоу Демона. Команда Дайер забрали себе Гримстрока плюс Сент Кинга. Ну выглядит все пока что интересно. Конечно не вижу я пока что целостной задумки. Вот прям чтобы было видно какую-то супер стратегию. Но тем не менее будем сейчас мы этот момент анализировать. Видим, что баны также. Команды уже совершили по 5 банов примерно. Ну и давайте их также озвучим. Команда Дайер забанили Виспали, Ча, Феникса, Войда и Фантом Ассасин. Команда Реадент забанили себе Лондруида, Даттла, Магнуса, МК и сейчас будет 5 бан. Ну и пока что давайте проанализируем у нас пики команд. Кентавр плюс Шэдоу Демона. В принципе хорошая комбинация. Это насколько я понимаю саппорт Шэдоу Демон 5, который пойдет с Керри. Кентавр в принципе универсальный герой, который может на любую линию заехать. И я думаю, что будет он чувствовать себя везде нормально. Вот действительно, буквально везде. В каждом пике, на каждой линии он будет хорош в этом патче особенно. Ну и команда Дайер. Гримстрок плюс СК. Что же это может значить? Неужели это двойная линия в Хардлайн, которая будет нацелена на то, чтобы максимально доставить неприятностей своим оппонентам? В принципе такая возможность есть. Но вот в чем другой вопрос. Возможно это пятерка Гримстрок? Тут спешить не будем, но как по мне Гримстрок на пятой позиции слабенький. Так что скорее всего это четверка Гримстрок, тройка СК. Ну и таким выбором команда Дайер ограничивает очень сильно пул героев для команды Рэддент, которых они себе могут взять. К примеру, тот же антимаг уже не пойдет в Сейф Лэйн по-любому, потому что его там просто уничтожат. Ну и такие герои как, скажем, Сларк, Луна, тоже там абсолютно не будут себя чувствовать в спокойствии. Ну и забирается еще Шэдоу Шаман для команды Рэддент. Хороший выбор, действительно очень интересен. Но видим, что скорее всего команда Рэддент хотят как можно побыстрее закончить эту игру. И будем ли мы ожидать Луну в пике команды Рэддент? Ведь пока что она смотрится хорошо. Герой, который имеет начальное преимущество, то есть правильнее будет сказать преимущество в начале игры. За счет своей пассивки, плюс она также хороша за счет ультимейта. Ну и в пуша в целом тоже может помочь своей команде. А команда Дайер забирает себе Тинни. Тинни выбор хороший. Тинни универсальный герой. Ее, ее, это бистмастер! Слушайте, а этого персонажа-то я не видел, наверное, уже месяц как минимум за те турниры, что я комментирую. А я их прокомментировал за последнее время немало. Так что, поверьте моим словам, этот персонаж появляется крайне редко. Ну и теперь команде Дайер стоит задуматься над тем, что они должны себе взять, чтобы противостоять этому ужасающему сплит-пушу. Сплит-фаст-пушу. Я думаю, тут все понимают, о чем идет речь. Что же им можно взять? Есть тройка, есть четверка, пятерка. Не хватает первой и второй позиции. Это керри и мидеры. На керри Джаггернаут хороший выбор. Персонаж, который может драться с начала игры. Конечно, с ультимейтом новым вначале он немножко слабенький, но тем не менее, за счет Булейд Фьюри есть возможность подраться. Но и мидера не хватает. Нужен какой-то хороший мидер, который может дать команде Дайер возможность драться в начале игры. Большинство людей считает, что прерогативой противостояния команде, которая пушит, нужно набирать героев, которые могут отпушивать. Но, как по мне, это неверный подход. Нужно набирать как можно больше героев, которые могут уже драться с первых минут игры. Ну и вот мы видим, что Тюни и Джаггернаут это как раз те персонажи, которые нужны. Бруду забанили команда Дайер на шестой пик. Это вполне себе очевидно, потому что если вас, точнее как будет правильно сказать, вас не запушит, если вы запушите раньше. И вот Бруда это тот вариант, который действительно сюда подходит в эту ситуацию. Ну и теперь же, теперь же нам остается смотреть, что командам не хватает. Как по мне, Дайер не хватает мидера, команде Радиент не хватает керри. Да, я думаю это бестмастер медовый. Нужен какой-то керри команде Радиент. Это вполне себе может быть Ликан. Это вполне себе может быть, скажем, ВК. ВК тоже хорош сейчас, со скелетами, может нормально пушить, помогать своей команде. Но нужен какой-то хил. Чем хилять жизни пока что непонятно. Что это может быть? Какой персонаж может хилять и является кор-героем? Ммм, пока что в голову ничего не приходит. Дазл? Почему бы нет? Дазл сейчас в мете, хорошие керри, плюс также будут быстрые некрас, которые будут быстрее кулдауниться за счет ультимейта. Будет подхил, будет ранняя агрессия. Дазл хороший выбор. Но видим, что банится Темплор Ассасин. Видимо не хватает Радиентом Мидера, как считает команда Дайер, и забирает себе Рубика. Вот это тот персонаж, который даст команде Дайер возможность драться уже с первых минут. Если честно, даже без шуток, мы видим, что Рубик сейчас в нынешней мете с двумя, тремя, четырьмя даже нулями является очень популярным персонажем. И вполне себе способен дать врагу отпор уже с первых минут игры. Ну и что же, у нас последний пик сейчас должен залетать от команды Радиент. И что же это будет? Это у нас... Ох, ё-ё-ё-ё, это Мипо! А такого я не ожидал увидеть. Мипо на десятый пик, как говорится, всегда выглядит крайне интересно. Ну слушайте, игра обещает быть очень занимательной и динамичной. Пики команд вы сейчас видите на своих экранах. Команда Радиент будут играть через Кентавра, Шэдоу Демона, Шэдоу Шамана, Бистмастера и Мипо. Команда Дайер будут играть такими персонажами, как Гримстрок, Сандкинг, Тени, Джаггернаут и Рубик. Ну, игра обещает быть действительно очень и очень интересной. Я уже с нетерпением жду, ведь не часто мы видим Мипо и не часто мы видим, конечно же, Мидового Рубика в турнирах такого уровня. Так что, надеюсь, они принесут нам кучу удовольствия и мы получим незабываемые ощущения от этой игры. Смотрим, конечно же, сразу смоки, варды, какие-нибудь выходы, всё, что может нас заинтересовать. Мы ничего не пропустим. Начинается игра, сразу же Тинни дисконнектится. Почему, пока что, непонятно. Но давайте будем ждать. Пауза у нас, мы знаем, не вечная, так что Тинни по-любому должен скоро возвращаться. Ну и команда Радиент. Есть один обсервер у Расты, один обсервер у Бистмастера. Дальше Кентавр. Есть три танков, ласкощий точек. Мипо. А вот у Мипо уже интересно. Есть три носка на ловкость, есть два запольных тангуса. Ну и Шадо Демон тут уже будет, скорее всего, с заточкой под быстрый нульталисман. Это интересно. Теперь же. Смотрим Гримс Роук. Пока что закупился только на максимальное лечение. Есть один вард и один сентри у СК. И есть один обсервер у Рубика. Какие примерно будут лайнапы? Ну давайте посмотрим. Мипо, конечно же, без вариантов пойдёт в центральную линию. Мне так кажется. Судя по тому, что ему запулили два танка, он будет стоять против Рубика. Но тут, если так поверхностно проанализировать, то у Рубика имеются все шансы вначале переводхитить Мипо. Но с появлением уровня пятого, скажем, Мипо уже сможет абсолютно без проблем заходить, убивать даже под Т1 этого Рубика. Так что тут линия однозначно должна быть, по крайней мере, за Мипо. Если только Рубик вначале как-то своё преимущество крепко так не использует, то Мипо должен побеждать. Ну и теперь нижняя линия у нас. Какой примерно должен быть лайнап? Это... Это Керри Бестмастер? Да, это скорее всего Керри Бестмастер плюс Шэдоу Шаман против Гримстрока и СК, насколько я понимаю. Нет-нет, против СК и Тинни. Вау, слушайте, у нас-то интересная комба вырисовывается. СК плюс Тинни. Ну и в принципе Гримстрок и Джаггернаут тоже хорошая комбинация. Да, почему бы нет? Гримстрок за счёт замедления может давать немножко больше возможностей Джаггернаута, чтобы убивать своих врагов через Блэйд Фьюри. Это хорошая задумочка. Да, это что-то работает на уровне Щитка Лича и Блэйд Фьюри Джаггернаута. Ну и теперь же. Теперь же Медовый Рубик. Очень интересно будет за этим посмотреть. Есть ли что воровать? Давайте посмотрим. Что можно воровать? Можно воровать Стамбит. Можно воровать Змейки. Можно воровать Рор. В принципе, у Шэдоу Демона очень много полезных скиллов. Также есть Танкентавра. Ну, в общем, скиллы всех персонажей. Но из самых полезных это, конечно же, Стамбит, Рор и Змейки. Не знаю насчёт Солкетчера. По-моему, это тоже довольно-таки полезное заклинание. Потому что 40% ХП за 2 секунды это действительно очень много. Переподключается Тинни. Видим, игроки уже показывают нам, что готовы начинать играть. По крайней мере, команда Дайр. Радиенты пока что немножко спят. Ну и что же у нас? Да, вот видим, начинается игра. Отжимается пауза. Есть ли какие-то смоки? Смоки сейчас мы это узнаем. Команда Дайр пока что смок не нажимает. Тинни берёт сразу же дерево. Регенит базу. Регенит ману на базе. Ну а команда Радиент в смоке. Хорошо. Интересно. Что же теперь делать? Мипа в смоке стоит в миде. Он никуда идти не будет. Это скорее всего. А у нас-то слушайте интересная линия. На сейфлейн идёт Кентавр. Необычно. Действительно необычно. Ну и теперь давайте оценим примерно, какие шансы у нас у команд, чтобы забрать баунти руны. Сюда идут уже Тинни с СК. Ну как по мне, ну вы же понимаете. Чем больше станов, тем больше шансов забрать руну. Ну и идёт сюда СК, идёт сюда Тинни. Тут имеется два стана, скорее всего. А, нет-нет. Прошу прощения, Тинни же с бревном. Хороший обсервер. Даёт Вижен на подходы. В спину. Тинни пошёл с бревном наяривать. Выдаёт много урона. Кстати, для такой-то минуты это действительно много урона. Точнее, игра у нас ещё не началась. Тинни потратил два заряда дерева. Кидает трёхзарядную палку. Ну и тут-то немножко, конечно, Тинни недоконтролили в этот момент. А, кстати-то, с другой стороны. У Шедл Шамана и у Кентавра тоже имеются станы. Наверху вижу небольшая стычка. Кабана призвал, двух кабанов призвал Бистмастер. Диаконнаут имеется Блэйд Фьюри. Закрутился. Можно пытаться забирать руну. Но я думаю, тут ему никто не помешает. Есть одна руна для команды Дайр. Две. Ну и всё примерно одинаково. И СК, ой-ой-ой, прокает мисс. Как же ему повезло. Это просто, ну вот, в лучших традициях доты. Последняя тычка мисс хайграунда. И, по-моему, там, если не ошибаюсь, Раста давал тычку, когда СК был на лоуграунде. Он выкопался на хайграунд. И по нему прокнул мисс. Это уже показатель высокого уровня игры, как по мне. Разбивается сразу же вард. Шедл Шамана. Вот этот, который должен был заблочить спаунбокс. По рунам 2-2 мы уже видели. Ну и теперь на низу. На низу Кентавр плюс Шедоу Шаман против Тени и СК. Комбинация Тени и СК, конечно же, супер хорошая. Все мы её понимаем. Эваленш станут СК. Или даже Тос станут СК. Под вышку, в принципе. Так что шансы тут у команды Дайр убивать имеются. Но, с другой стороны, также имеется у нас Кентавр плюс Шедоу Шаман. Я думаю, этих ребят не стоит недооценивать. Ведь Змейки, точнее, Молния плюс Шейкл. В принципе, тут никого не должны отпускать. Но также у Кентавра, не забываем, будет ещё станчик. Добываешь, кстати, хороший. Станчик выписывает Кентавра. Ещё под крипами у нас получают урон СК. СК можно пытаться его забрать. Но всего лишь первый уровень у персонажей. Так что особо прохарасить не получится. Но мы понимаем, как это будет работать. Просто подходит Раста, хватает в сеточку туда же стан Кентавра, туда же Молния, туда же Дабл Эдж. Я думаю, это всё так примерно будет. На СК сейчас можно попытаться выйти. Есть хорошая сеточка. А вон ещё нету тени. И... Ой-ой-ой, как же! Тут зафейлил Кентавр. Просто, ну вот, не попал вот этим станом. Не затаймил. И в итоге выживает СК. Хотя это был гарантированный фраг. Центральная линия. Рубик против Мипо. Но тут, я думаю, вы меня понимаете. Это действительно одна из тех линий, которые просто притягивают взгляд. И невозможно переключиться с этой линии. Рубик уже уровень 3, уровень 2. Мипо, Мипо, кстати, много тачкуется. Рубик выдает болты. Но тут опасно. Кстати, почему так много здоровья потерял Рубик? Неужели крипы поточковали? Но пока что. Видим, что по крипам Рубик опережает Мипо в 2 раза. Это серьезно. Ну и какие шансы? Если Рубик первый получит уровень 6, то сможет он спокойненько себе стоять на линии. За счет ворованных пуфов сможет отпушивать линию. И у нас убивают. Все-таки Шэдоу Шамана нет. Он отдается Т2 вышке. Первый фраг и вот такой вот. Ну и верхняя линия. У нас Джекернаут плюс Гримстрок против Биста Мастера и Шэдоу Демона. Линия интересная. Не такая, конечно, интересная, как в центральной линии. Но тем не менее. Давайте смотреть, какие у нас есть возможности у персонажей. Джекернаут плюс Гримстрок могут убивать своих врагов. Но за счет чего? За счет, конечно же, замедления от Чернил плюс Блэйд Фири. Но мы все это понимаем, как это работает. Так что объяснять, я думаю, нет особого смысла. А вот команда Радиант. Тут нужно немножко, так сказать, сложнее исполнение. Ведь нужно сначала поразминать, понакидывать яды. Как-то подловить на Диздрапшн, Сол Кейчер. Ну короче, все это действительно очень сильно запутано. Но, тем не менее, у команды Радиант имеются шансы убивать своих оппонентов. Хотя, на данный момент я бы сделал больше ставку на команду Дайер. Все-таки Блэйд Фьюри, Инкс Вэлл плюс Чернила не отпускает. Вот сейчас у нас пошел выход на Бистмастера. Нужно давать Инкс Вэлл, есть ли получает только второй уровень у нас Гримстрок. Но этого и так хватает. Да, видим, что хватает урона и без второго уровня на Гримстроке. И что у нас по крипам? Видим, что в миде Рубик 19 на 6 против 11-3 на Мипо. Он уже получил второго Мипоя, который хилится на базе. Но вот и так, я думаю, Мипо будет по очереди водить сюда своих друзей. И разминаться на низу у нас есть нападение на Кентавра. Кентавр уровень 3 кушает стики мана абсолютно полная. Ну и теперь можно воевать, иди сюда, говорит Кентавр. Просто идет, тычкуется. Пассивочка есть, можно ее прожимать. Прожимает пассивку, посмотрите на этот чудовищный урон с руки. Просто минус тени. Можно пытаться убить СК, еще имеется 12 зарядов. Ну и тут СК, в принципе, можно без проблем забирать. Сеточка имеется, нужно его только увидеть. Станчик хороший, без шансов. Дабл килл оформляет Кентавр. Подтягивается тени, закидывает и Аваланч. Но это, конечно же, ему особо не поможет тут. Причем Крипчиков он много этим скиллом тоже не забрал. Но и появляется Аркан Руна в нижней части карты. Команда Дайер пока что слабенько исполняет на нижней линии. Но взамен Радиенты тут показывают хорошую игру. Теперь же у Шадо Шамана имеется Аркана. Что с ней делать? Вопрос хороший. Нужно как-то сделать ему что-то с этой руной. Может попытаться выйти куда-то. Но что делать Шаман? Он просто по Т2 вышку сюда же летит Гримстрог и получит ли это убийство? Нет, не получает. На опыт успел или нет? По-моему, даже не успел на опыт. Но тут Шадо Шаман, конечно, максимально круто все сделал. Видим, что он стянул Гримстрога, забрал руну, не отдал врагу. Отдался Т2 вышке, быстро рестнулся и уже прилетел в мид-линию. Это все хорошо. Да, Шадо Шаман действует действительно хорошо. Нападение есть на мипо. Тут же инкслау Рубик подкидывает. Ну и по-моему, без шансов для мипо. Как же круто здесь было сыграно. Хотя уводит одного мипря, но там есть спирит. Нужно еще дать тычку Рубику. Рубик забирает. Хорошо, можно теперь пытаться Шадо Шамана убить. Есть Хекс, хорошо, подвышку будет ли дайвить и болтом просто приговаривать Рубик своего оппонента. Наверху. Джаггернаут уровень 4. По крипам у него 24 на 6. Также имеется у нас Бистмастер, который также уровень 4. И на нижней линии, кстати, погибает Кентавр. Понимает команда Дайр, что если Шадо Шаман был в миде, а точнее погиб в миде и 100% потратил туда телепорт, то значит, что Кентавра он точно не придет сейвить. Ну и, соответственно, можно на него нападать. Просто блестяще в этой ситуации сыграли команда Дайр. В частности, Гримстрол, который перетянулся в мид, прочитал действия своего оппонента. Ну и, соответственно, хорошо подхватили Дайры. И Тинни у нас выходит в мид. А Тинни-то... Тинни может что-то сделать. Кстати, выходит. Хороший есть. Севернж можно выкидывать. Тосик, есть Тосик. Тут же и Инксвел. Ну и без шансов для Мипо. Сейчас будет еще стан от Телекиназа. Или даже можно так. И просто Киллинг Спри для Рубика. Просто я слишком много раз это слово повторил, но это действительно было очень просто. Наверху пятый уровень Джаггернаут. У него уже 32 на 7 по крипам. Чувствует он себя здесь. Я бы сказал, не то чтобы прям супер круто. Но, тем не менее, его не убивает, если не ошибаюсь. Да, его не убивает. Он еще имеет один ассист. Что является хорошо само по себе. Ну и теперь можно пытаться убить, кстати, Бистмастера. Как же он глупо подставляется. Тут же Инксвел Спирит. Но Дизрапшн. Ай-яй-яй-ш. Этот демон, кстати, хорошо подсейвил. Но это может ему не помочь. Нужно пытаться добивать МС у Джаггернаута больше и просто 200. Нет, 124. Но, тем не менее, приговаривает. Три стака уже есть на Джаггернауте. Это опасно. С этим надо быть поаккуратнее. И знаем мы много ситуаций, когда игроки недоконтроливают действия ядов. И за это погибают. Нанизу у нас забирает еще Шадо Шамана. Нападение есть также на Кентавра. Выкидывает Крепоти. Не нужно кидать дерево, иначе погибнешь. Он и так погибнет. Вот просто только в том, сколько выдаст урона. И еще стамбит от Кентавра. И он спокойненько себе уходит. Да, Кентавр тут играет просто блестяще. Я получаю удовольствие, когда наблюдаю за такой игрой. Ну и теперь у нас восьмая минута матча пошла. Счет 9 на 3. В миде Рубик 41 на 9 уже имеет. А Рубик-то, слушайте. Да, Рубик хорошо стоит. А что ему помешает? Шестого уровня Мипо? Нет. Ему тут приходят облизывать саппорты. Он чувствует себя очень хорошо. И я думаю, горя даже не знает. У Рубика уже 3-0 талисмана. Да, мы знаем, что очень хорошо работает сейчас этот артефакт. Добавили ему 3% уроноспособности. У Рубика 3 это в сумме 9. Плюс также от первого скилла 14. Ну и просто посмотрите на этот чудовищный урон от болта. 300 до 320. Плюс все вот эти маг-увеличители. Цифры там, конечно, космические. Наверху. Висит птица. Видит грим строка. Тут же работает кабан. Курьер. Курьера можно потерять. Аккуратно нужно быть с этим. И мы вроде бы должны под контролем. Да, есть глиф. Но я думаю, на таких мелочах команды точно не погорят. Дальше. Тини в миде. Ждет мипаря. Но мипо фармит древних. Мипо уже понимает, что на линии ему ловить нечего. Ведь Рубик 8 уровня. У него есть пуф. И в случае чего он еще и может убить на развороте. Да, мы понимаем, что с таким молодым человеком лучше не шутить. Наверху, смотрю, есть небольшая заварушка. Тут нападение было на грим строка. Но он вроде бы уходит. Да, отделался легким испугом. Тут на нем висят стаки. Соул китчер работал. Но еще нет 6 уровня у бестмастера. Но пока не будет 6 уровня на бесте. Я думаю, сложно будет команде Рэддинг как-то убивать наверху. Тем более, учитывая, что у Джаггера уже 7. То есть замакшенный Блэйд Фьюри. Плюс также имеется ультимативная способность. Можно, кстати, сейчас нападать на молодого человека на бестмастера. Убивает одного кабана Джаггер. Ну и теперь осталось всего лишь второго. Кстати, стоит птица. Она его видит. Будет ли какое-то замедление. Но кабан. Просто мерзкий, мерзкий кабан. Который не дает Джаггернауту убить своего оппонента. Но можно ультовать. Даже пытаться в Инксвелле. Инксвеллу не достает. Но и так. Нет. Нет. Так точно не выйдет. Потому что имеется там еще дисрапшин. А вот теперь баунти руны. Это Баубайт. Да, Джаггернаут выходит. Себе спокойно баунти руны. Забирает. Нанизу у нас есть нападение на Рубика. Но Рубик, что ж ты тут делал молодой? Джаггернаут подтягивается. Нажимает Бауэфюр и пытается раздамажить Мипо. 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 Буфает и по таймингу ли сделает это? Нет. У Джаггернаута мало ХП. Нужно ультовать. Но не успевает ультануть. Минус 2 оформляет команда Радиент. В размен на Мипо. И так же подставляется Гримм Стролк. И яй-яй, как же больно. И просто минус 3 оформляет команда Радиент. Но что сказать, что сказать. Видим, что немножко закулял Рубик. И соответственно потянул за собой двоих персонажей из своей же команды. Т1 вышка в миде упала. У Рубика ничего сворованного нет. Вот сейчас он возьмет что-то. Это дабл эдж. Дабл эдж первого уровня. Не особо полезная штука. Но хоть что-то. Еще, кстати, у нас лежит одна рунка. Ее забирает Джаггернаут. Это хорошо. И что в целом по баунти рунам. Давайте посмотрим. 2 в 2, насколько я могу судить. Как минимум 2 в 2 или 3 в 1. Две руны точно забрала команда Дайр. И одну руну точно забрала команда Радиент. Джаггернаут у нас фармит Лисайд. Думал, он участвовал в убийстве в миде. Но тут видим, что Кентавра убили без его помощи. Да, действительно круто играет команда Радиент. Хорошо передвигается по карте. Видят. Но они видят, что наверху 3 персонажа. Что им еще остается делать? Конечно же, напасть где-то. Попытаться стянуть людей. То есть, они в любом случае будут в выигрыше. Или они... Они это значит враги. Или враги перетянутся, чтобы спасать своего тиммейта. И тем самым не запушат вышку. Или же отдадут тиммейта. Но в разуме заберут вышку. То есть, команда Дайр действует тут действительно в этом плане очень хорошо. Разбивается смолк. Команда Радиент. Вышка наверху падает. Варды поставили. Теперь надо быть поаккуратнее. Ведь вы тут вдвоем. Выходит Бистмастер. Видит. У нас Джаггернаут ультует. В Гримстроке не лучше. Цель он успеет ультануть. Нужно давать ультимейт. И хорошо закидывать. Но... Нет. Ультимейт не успел дать. Взрывается. Ингсвайл по двоим. И тут уже просто нужно резать команду. Дайр пытается сделать телепорт. Вот так это работает. Просто убили Стамбит. Отошли. Но разменялись. Не знаю, насколько выгодно убили Гримстрока. Убили Шэдоу Демона. Но Рубик просто оформляет в миде. Солянова при помощи Тинни. Мипаря. И теперь-то у команды. Радиент уже все не так облачно. Как могло бы быть. Мипа хорош, если он начинает сноуболить. Но когда вот происходит такое. То есть, когда его убивают несколько раз подряд. Мы даже можем посмотреть, сколько раз его убили. Это цифра 4. Цифра 4 на барабане. Ну и такими, конечно, темпами. Мипарю будет реально сложно камбэкнуть. Я на своем опыте знаю, что. Когда Мипа вот так много раз убивает. Есть вполне себе хорошие шансы. Чтобы просто пойти и закончить. Пока он еще не раскормился. Накидывать. У нас кстати, Гримстрока Нашидау Демона. Нашидау Шамана. Точнее, взрывается. Ингсвайл. Чернила. Просто без шансов. Сделано идеально. По таймингам хорошо сделали. Оформили убийство. Все супер. У Рубика появляется Травелла. Первым артефактом Травелла. Интересно. Не знаю, насколько это окупится. Но будем смотреть по игре. Возможно, Травелла тут хороши тем, что у врагов имеется пушащий пик. Рубик находит у нас мипа. Или наоборот. Еще не ясно. Но, возможно, сейчас будет драка. По-моему, намечается драка. Да, есть. Рор хороший. По тени. Нужно его как-то фоловить. Тут же воруется. Рор хорошо. Закидывается СК. С эпицентра. Взрывается Ингсвайл. Ну и будет минус, скорее всего, Бестмастер. Ну, Бестмастер нужен. Еще рор хоть в кого-то. Есть рор в мипо. Тут даже ультуют Гримстрок. Немножко не скомбинили. Можно было дать два рора. Есть минус мипо. Ну и теперь продолжается драка. Минус синие в размен. Но на троих персонажей сюда же подтягивается Кентавр. А у Кентавра уже слишком много скиллов было потрачено. Но и есть стамбит. Можно пытаться чейзить. Рубика тут зажимает. Тут Кентавр есть также Шаттл Демон. Стан по таймингу. Закидывается Чернило. Рубик много КП теряет. Нужно хоть что-то делать. Стамбит. Ну и Рубик тут, скорее всего, без шансов в таверну. Закидывает Чернило Гримстрок. Но его это, скорее всего, уже не спасет. Пытается застанить. Сюда же лисит уже Бестмастер. Чернило. Возможно, попытается разменяться на Шаттл Демона. На Шаттл Демон скидывает себя Фантома. И будет по-любому минус Дабл Кюв оформлять Кентавр. Ну и посмотрите, как же сильно он зарешал вот этим мувом. Он сдвинулся в эту точку. Он нашел, так сказать, свою команду. Он ей помог. И только за счет этого они оформляют 4 убийства в размен на троих персонажей. Тут Кентавр действительно зарешал. Нападение у нас есть на Мипо. Тут же делает телепорт Рубик. Рубик, возможно, его сейчас подцепит. Но тут же 3 мипаря. Есть Хримгварг. Сразу же ставит Джеккернаут. Хорошо сыграно. Ну и Мипо без шансов. Есть Бороу Страйк. Минус мипарь. Пятая смерть. Нет, шестая смерть мипаря за 15 минут. Стабильно раз в 2 минуты Мипо оформляет команда Дайер. Звучит как слоган какой-нибудь рекламной кампании. В миде есть нападение на Кримстрок. Только запрыгивает Кентавр. Добывает шной. Тут по-моему просто без шансов. Хотя живет. Сюда же потягивается СК. Хорошо есть пески. Ультует Кримстрок и все. Еще живет. Его нужно подсейвить. Взрывается Ингсвелл. Сюда же еще один спирит. И команда рядом. Ультует Джеккернаут. Минус Кентавр. Минус 3. Оформляет команда Дайер. Ну и просто без шансов. Хорошо сыграно. Ну и мы видим, что сейчас дота такая. Если ты погибаешь под своей базой. Или рядом с созданиями ты их теряешь. Ну и команда Рейдент сейчас погибла возле своей Т2 вышки. И она сейчас должна отправляться к создателю. Видим, что хп у нее слишком мало. Точнее отлетает оно очень быстро. Ну и если сейчас команда Рейдент еще как-то отдаст одного-двух персонажей. Вот например так Мипо. Мипо нападает. Есть спириты. Также и Шэдоу Шаман. Как же много урона получает. Минус Раста. Также на Мипо можно продолжать нападение. Чернила выдают просто невероятное количество урона. Минус 2. Раста делает байбэк. Понимает еще хорошо. Подкапывает у нас СК. Есть рор. Но там Ингсвелл работает. Его не побить. Взрывает двоих персонажей. Раста закидывает молнии. Запрыгивает Кентавр по двоим. И тут же пытается выдать хоть какой-то урон. Но Раста как же сейвит. Кстати выкидывает Тинни просто прекрасно двоих персонажей. Точнее одного на троих. И еще бревно. Как же Тинни отыгрывает. Минус 3 оформляет команда Дайеров в размен на одного лишь СК. Это просто удивительно. Мне кажется был бы тут еще Джаггернаут. Т3 вышка бы отъехала очень быстро. Но потеряли под своей базой команда Дайер сейчас троих персонажей. Потеряли также тысячу золота. Точнее заработали команда Дайер тысячу золота. Ну и теперь нужно им сохранить это преимущество. Каким образом? Просто отойти спокойненько. Никого не теряя на телепортах. Кучкой так сказать. Не через шрайн. Потому что это слишком опасно. Ну и вот видим что команда Дайер это вполне себе правильно делает. Ну и по графикам мы видим уже около 8000 преимущества имеется за командой Дайер. И около 10 преимущества по опыту за командой этой же. Это хорошо. У Джаггернаута появился Баттлфюри. 17 минута уже имеется 1000 золота сверху. Ну слушайте а Джаггернаута фармит хорошо. Да видим. Несмотря на то что была у него сложная линия. Крипчиков он все таки добивал на низу. Нападение на мипариан. Но тут СК скорее всего у него не выйдет ничего. Если только не скастовать эпицентр. Сетка не сбивается. Но и мип по просто. Иди сюда говорит СК. Он может за это отдать свою жизнь. Но за это. Но за такое не жалко. Ну и тут еще у нас находят. Хорошо. Также Бистмастера. Его можно попытаться забрать. Видно ли или нет СК. Нет. Он просто в песочках. Там нет никакого вижена. Выстанивается СК. И с блинка уходит. Отлично сыграно. Теперь у нас же нападение ответное есть на Тинни. Тинни можно попытаться забрать. Есть ультимейт от Кентавра. Ультует хорошо. Гримстрок подходит. Шедо Шаман действует. Он теперь на двоих. Сеточка. Чернила. Просто размазывает у нас почти на фу хп Шедо Шамана. И теперь ставятся Змейки. Будет сложновато. Ворует Рубик Змейки. Хорошо ставит также в драке. Две пачки Змейки стоят. Рубик совершает двойное убийство. Ну просто великолепно. Рубик сыграл сейчас. Но еще великолепнее сыграл СК. Вы просто видели насколько же круто он сыграл вот этими песками. Он выжил. Он не только выжил. Он еще помог убить четверых персонажей. Ну и тут тот факт, что у команды Радиент не было на него вижена. Сыграл такую просто гигантскую роль, что даже не передать. Появляется руна Инвиза на нижней части карты. И видим, что графики уже ползут вниз. И около 13 тысяч преимущества по золоту имеется за командой Дайер. Это ж сильно. Это сильно жестко, я бы даже сказал. Переворачивает ребята. У Рубика уже, кстати, Аганим. Его нужно только себе принести. Ну и теперь-то с Аганимом на Рубике дела набирают новых красок. Да, новые обороты, новые драки, новые скиллы для Рубика. Ну и теперь Дайером нужно идти просто давить. Кстати, есть еще Рошан. Да, немножко мы забыли об этом Рош Питя, но тем не менее, забрать его тоже хорошие возможности. Не выходит он по центре. Его видно, это может быть просто грубейшая ошибка. Видно еще также под Соколом. СК, блин, как же их видно здесь круто. Ну и тут Бейсмастер, конечно, круто отыгрывает. Действительно великолепное нападение. Есть на Расту. И вы просто посмотрите, как же его разорвало. Без шансов. Ну и теперь. Неужели заход на хайграунд? Вот на такой-то минуте, на 19-й, когда вы играете против такого пика, а где Т3? А Т3 нет. Неужели его убил Джаггернаут? Нет. Он зафармил на низу. Но факт есть факт. Минус Т3 в миде. И теперь доступ к Шрайнам. Команде Дайер открыт. Есть бараки. Бараки можно пытаться забирать. Дизрапшин на Джаггернаута. Будут критовать иллюзии. Кстати, больно. Потерял много здоровья уже Джаггернаут. Надо быть, кстати, поаккуратнее. И вынужден ее взять по Лейт Фьюри. Но и Хилл Двард сейвит. Но что сказать? Что сказать? Что сказать? Т3-вышку можно попытаться убить. Тост Джаггернаута. Тут же застанил СК Ширилдемона. Моментальный минус. Кентавр хорошо запрыгивает по двоим. Нужно пытаться идти дальше. Есть хорошие змейки. Сетка по Джаггернауту. И просто успевает Джаггернаут утонуть. И теперь будет минус 2. Минус 1 точно зарезал Шадоу Демона. Уходит с блинка Кентавр. Стоят змейки с этим. Надо быть поаккуратнее. То Джаггернаут юзает Блойд Фьюри. И спокойненько себе уходит с телепорта. Потому что там Мипа ломает бараки. Почти получилось ему сломать казарму мечников. Но тут дайры недоконтролили этот момент. Вовремя они опомнились. Вовремя вернулись на базу. Иначе бы еще полсекунды. И бараки бы точно упали. Это было бы жестко. Но вот даже я на самом деле не заметил. Что Мипа там уже пушит бараки. Так что команду винить в этом тоже нельзя. Ну и давайте освежим немножко свои знания. О артефактах на персонажах. Шедоу Шаман есть Транквилы. Дальше у Бисмастера есть уже Владмир плюс Некро 2. Хороший запак. Нацелен он конечно более на фаст пуш и на драки. Что у нас соответственно сейчас и происходит. Нужно пытаться немножко больше сплит пушить этому персонажу. Кентавр есть Блинк. Есть Худ 200 золота в кармане. Мипо... Мипо бедный. Мипо ПТ 4 в Рейсбенда. Ультимейт. Торбо это немного, но лучше чем ничего. Шедоу Шаман есть Транквилы. Есть также Линза. Это хорошо. Гримс Роук есть Ультимейт. Есть Линза. Есть также на подходе. Кстати Весель. Весель через 700 золота. Это уже совсем скоро. Дальше СК. Есть Блинк. Ван Гвард. Также необычный закуп. Ван Гвард на СК я давно не видел. Фордстаф у Кентавра. Нужно это тоже отметить. Ну и Аганим у Рубика. Также есть после Бутсов Тревел. Далее смотрим. Джаггернаут. Есть БФ. Есть Манта Стайл. Есть 1000 золота в кармане уже. И Мистер Тинни. Есть Фейзы. Блинк Боттл. 800 монет в кармане. Ну и какие у нас ближайшие планы по действию команды. Команде Дайер сейчас нужно отпушить все свои линии. И попытаться зайти на Рошана. Рор на СК пошел. Тут же запрыгивает Гентавра. Это по-любому должен быть минус. Тут для СК по-моему нет аутов. Но ответный Рор хороший от Рубика. Тут же выдают Змейки по Расти. И просто ее разрывает СК. Все это время СК живет. Успеет ли скатовать ультимейт. Да успевает на урон. Она никому не наносит. Джаггернан пытается резать людей. Ультует в Шадоу Демона. Просто бедно в одному зарезал. И сразу же сходу на Рошана. И это ГГ. Не стали ребята из команды Рэддиан тянуть больше времени. Понимают что сейчас Рошан. Сейчас Хайграунд. Ну и Тим Даркас побеждает в этой игре за 23 минуты. С преимуществом в 19 тысяч золота.